Дорогие друзья, мы приветствуем вас из Иерусалима. Это программа «Открытая линия». Вы можете нам написать, можете подать молитвенную нужду, прошение. Мы будем готовы помолиться, отреагировать на то, что вы нам напишите. И также вы помните, что эта программа посвящена вопросам и ответам. Духовным вопросам-ответам. Я приглашаю вас к участию и обсуждению темы, которая называется «Добрый свет». Весь этот месяц мы говорим о духовности, мы говорим также о личностном росте, и поэтому в действительности важно нам с вами разобраться, что такое «Добрый свет», что такое доброта, можно ли сделать людей добрыми, можно ли самому, избегая депрессии, апатии, унынии, быть всегда в радости. Вот, в общем-то, об этом сегодня наш прямой эфир. И, пожалуйста, я прошу вас, если вы смотрите в соцсетях, обязательно поставьте лайк, поставьте вот так, напишите что-нибудь. Если вы хотите, чтобы это видео дальше распространялось и касалось других людей, то вы таким образом служите продвижению вот этого контента. Мы помолимся с нашими участниками программы, экспертами в этой области. Это Авель Станкевич и Ирина Галь. Вы их прекрасно знаете, они сегодня будут вам служить, поэтому обращаясь, пытаясь разобраться в каком-то вопросе, вы направляете эти вопросы к ним. Я, конечно, тоже буду наготовен, но, в общем-то, мы сегодня будем отдуваться за всех. Давайте помолимся сейчас за ваши нужды, которые уже приходят. У меня уже вне эфира приходили молитвенные просьбы и нужды. У пастора в Киеве заболела его мама, и сейчас ей предстоит операция. Его зовут Руслан Марченко, и вот я думаю, что мы сегодня тоже принесем в молитве за его маму и прошение, чтобы Господь ее исцелил и руководил врачами. И также Ольга потеряла сознание, и мы также помолимся за нее. И помимо этих молитвенных нужд, Наталья из России просит молиться за Артема. Взяли анализ на ковид. Нужно исцеление за Владимира, проблемы с кровью, простуда, за спасение, исцеление Марии, высокая температура, за Сергея. Также я сейчас вспоминаю, супруга пастора Ирма лежит тоже с ковидом, страдает, и мы помолимся, чтобы он отступил, отошел. Помолимся за всех, кто сейчас страдает ковидом. Прошу помолиться за исцеление всех органов эндокринной системы. Татьяна просит за восстановление структуры всех органов. И далее Марина просит молиться за исцеление горла. Наталья просит молиться за за освобождение от плотских привычек. Елена просит молиться за спасение детей. Идет перечень детей. Саэта просит молиться за мужа. Юра у него температура, за Максима у него болит горло, Оксана за исцеление внучки. Брат просит молиться за исцеление от эпилепсии. Галина из Казахстана просит молиться за исцеление всей семьи. Оксана просит молиться за нее, чтобы Господь ее исцелил. Людмила также просит молитвенной поддержки, молитвенной помощи. Отец Небесный, мы поднимаем перед тобой всех этих людей, Господи. Мы соглашаемся сейчас просить у тебя о помощи, о снисхождении, о том, что ты поддержал всех этих людей, Господь. Руководи операциями, Господи, коснись, Господь, и приведи в сознание людей, которые потеряли сознание, Господи. Дай обнаружить, в чем причина, и устранить ее, удалить ее во имя Иисуса. Мы молим тебя за всех ковидных больных, или за всех людей, которые боятся заболеть, то, что они сейчас простудились. Господи, покрой, дай защиту, дай, Господь, безопасность, дай мир, Господь, свой во имя Иисуса Христа. Мы обращаемся к тебе, дорогой наш Господь, целитель наш. Мы просим тебя, чтобы исцеление твое возросло в каждом, чтобы ты коснулся, Господь, наших дорогих телезрителей, тех, кто нас не смотрит, о ком мы сейчас молимся, чтобы Дух Святой, после этой молитвы, Господь, люди получили исцеление, обновление, укрепление, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, пусть Дух поднимется, Господь, пусть помазание Твое, Господь, наполнит этих людей и поведет их дальше во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя, мы полагаемся на тебя, мы верим тебе и благодарим тебя, дорогой Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Благодарим тебя и соглашаемся о выздоровлении всех ковидных больных, в каком бы состоянии они ни были, мы благодарим тебя и провозглашаем над ними Господь, твои ответы для них во имя Иисуса Христа. Благодарим тебя, полагаемся на тебя и уповаем на тебя, наш дорогой Господь, во имя Иисуса. Аминь. Аминь, дорогие, дорогие друзья, для вас у меня есть специальный вопрос, он звучит так, как научить других быть добрее? Вот подумайте, как научить других быть добрее? Мы любим учить других быть добрее. Вот может быть у вас есть рекомендации к телезрителям, к нам, кому угодно, как мы можем других научить быть добрее. В третьей части нашего эфира мы об этом поговорим и даже отдельно помолимся. У нас будет такая специальная молитва произнесенная об этом, о добре, о возрастании добра внутри нас. Поэтому не переключайтесь, дождитесь концовки, чтобы эта молитва для вас подействовала. Аминь. Итак, дорогие, первый пункт наш звучит так. Умение всему радоваться это дар свыше или приобретенный навык. Первое Коринфянам 1, прошу прощения, Фессаленгийцам 5 глава 16 стих говорит о том, что всегда радуйтесь. Там написано о молитве, там написано о многих вещах, чтобы духа не угошать, Господу служить. И вот есть такое повеление всегда радоваться. Ну, давайте немного расширим этот вопрос. Вот это необходимое качество от Бога? Или можно прожить всю жизнь не радуясь? Если это обязанность радоваться, значит, мы должны у Бога ее взять, и вы нам должны показать, как нам ее взять. И в общем-то ну, пока вот так. Авель, пожалуйста, с тебя начнем. Я с меня начнем, я думал, с Ира начнем. Ира потом будет тебя исправлять. Ира тебя будет исправлять. Она будет наготове, она будет смотреть, чтобы ты не зашел далеко в джунгли. Значит, на самом деле... Ира уже обрадовалась, мы ее спрашивать не будем. Послание к филиппийцам это одно из самых моих любимых посланий. открыть мою Библию, здесь все в разных цветах, бумажечках, закладочках, потому что на самом деле... А красным цветом ты что подчеркиваешь? Красным цветом я подчеркиваю, когда у меня есть красный фломастер, я подчеркиваю красным фломастером. Когда у меня рядом желтый, я подчеркиваю желтым. Понятно. А еще я пишу ручкой здесь разной, какая есть под рукой просто. Можно увидеть зеленый, иногда книга полностью, то соответственно Бог никогда нам не говорит чего-то, что само собой разумеется. Я по крайней мере такого не видел в Библии. Он всегда напоминает нам о том, что он имеет в виду, он всегда говорит, какую ответственность мы должны взять на себя. И послание к филипийцам на самом деле это абсолютно практическое христианство. То есть если мы говорим о духовных практиках, то вот оно. Потому что это была любимая церковь Павла, он всегда везде предостерегает людей от лжеучения. У него были любимые церкви? Он не любил всех одинаковой Божьей любовью? Божью любовью любил всех, но у него еще были человеческие всякие переживания. Привязанности, да. И в филиппах была самая любимая церковь. Здесь он говорит очень простую вещь, что Бог производит в нас и хотение, и делание. То есть Бог хочет от нас, чтобы мы приняли решение. Решение радоваться. Он призывает нас, Бог призывает нас через Павла радуйтесь всегда, всему радуйтесь. В других посланиях мы читаем всегда за все благодарите. То есть какие-то вещи, которые мы должны принимать решение и делать самостоятельно. И Бог побудит в нас желание продолжать таким образом жить и желание и действие как в этом продвигаться дальше. Поэтому я считаю, что да, конечно, способность радоваться, поскольку мы созданы по образу Бога, она в нас заложена, внутри нас есть такая программа, называется она радоваться, ее нужно запустить. Но эту программу нужно как бы принять решение, чтобы она запустилась. Невозможно радоваться, знаете, вот есть такое понятие, как американская улыбка, знаете, когда она независима ни от чего, чтобы не происходило, на лице улыбка. Это не тот случай, не об этом говорится, потому что здесь в Писании есть некоторые моменты, которые говорят, что нужно плакать с плачущими, и нужно радоваться с радующимися. То есть мы должны сообразно тому, в какой ситуации мы сейчас находимся себя вести, мы должны быть адекватными людьми. Так подожди, если плакать с плачущими, это уже не всегда радоваться. Плакать, а внутри радоваться. Этого я не понимаю. Вот объясните мне. Давайте мы будем, так сказать, по контексту. Нам задали вопрос по филиппийцам. Нет, нам, да, да, я понимаю, что ты хочешь как-то сейчас, да, но вот как. На самом деле нужно... То есть значит не всегда. Смотрите, я могу сказать вам один такой случай из моей жизни. Я встретился с семьей верующих иудеев здесь, кстати, не христиане, иудеи. Очень богатые люди, я их... Они сейчас уже живут не в Израиле, они жили здесь в общем-то для своих родителей. И когда я с ним познакомился, в живых была только мама. И они приехали сюда, потому что она так просила, они жили здесь, они очень страдали из этого, потому что у них весь бизнес в Америке, в Европе, им постоянно вот эти телефонные разговоры и так далее. Вы знаете, что здесь есть такое понятие, как шива, семь дней после смерти сидят дома, родственник ничего не делал. И я приходил к ним домой пару раз, и видел, что они должны оплакивать, Они должны... У них вообще не было никаких никаких вот этих вот признаков того, что какая-то... Ну вот только разодранная одежда и все. Они разговаривали по телефону, общались за границей, решили свой бизнес, дела там и так далее. И я спросил один вопрос. Иудеи, еще раз говорю, не христиане. Я говорю, почему, собственно говоря, у вас фавора нету? Он говорит, а кому сейчас это поможет? Она уже умерла. Мы написали на ее могиле, чтобы ее душа была включена в список живущих душ, да, это и нацелает, то, что называется. И все, говорит, мы свое дело сделали, его попросили. Дальше все от него зависит. От нас, ничего не зависит. Мы просто соблюдаем традиции, находимся здесь дома. Давно уже улетели. Она уже случилась, мы ничем не поможем. И никто не горевал совсем? Никто не горевал. Они говорят, ну, мы знали, что она когда-нибудь умрет. Ну, понятно, что человек стареет, ей было 80 с чем-то лет, и она умерла, так, будем говорить, среди полного здоровья. Не проснулась утром просто. И они говорят, мы понимали, что-то когда-нибудь случится, но нет такого, что мы как-то вот должны сейчас поплакать там, рыдать и так далее. Я не был на похоронах, я не видел, как они вели себя там, но, по крайней мере, он говорит, что мы должны продолжать жизнь. Мы же ради жизни, говорит, здесь. Они ради смерти. То есть, я правильно понимаю, ты за то, чтобы человек не унывал, да, чтобы он сохранял присутствие духа, ну, скажем так. Я бы сказал, не унывал, а сохранял присутствие духа. И вот ты сказал, что радость, это не только улыбка на лице, да, американская улыбка, а что такое радость? Радость, это состояние души, будем так говорить, да, сегодня мы уже будем говорить о психологии. Это состояние души, внутреннее состояние. Да, это принять решение, ввести себя так, то есть... Это как 50-ники говорят, я внутри радуюсь, на прославлении, на этом, я в сердце просто радуюсь, неважно, какое у меня лицо, я просто радуюсь. Ну, я не знаю, это как бы, не будем судить таких людей, но я считаю, что радоваться, это принять решение, радоваться просто в жизни. Мы не судим, мы просто рассуждаем, чтобы понять, как вести себя, что такое радость. Давай, тогда задам тебе другой вопрос. Прости, что я тебе задаю вопрос, да? Да, это, конечно, неправильно, но... Человек имеет какую-то вредную привычку. Я считаю, что уныние есть вредная привычка, даже мы как-то разговаривали в этой студии о том, что уныние вообще в православной традиции считается смертным грехом. Говорили, да. Да, и у человека есть вредная привычка. Как человек может избавиться от вредной привычки? Только, как бы, я сам, как бы, когда-то имел такую вредную привычку, я 25 лет курил, и в один день бросил, живут очень неверующим, в один день просто бросил курить, это было больше 10 лет назад. Почему? Потому что я принял такое решение. Я не говорю, что все могут так делать, у многих это проходит очень длительный процесс, но это начинается с принятия решений. Второй вариант, когда люди бросают курить, это когда им говорят, слушай, если сейчас не бросишь курить, ты просто умрешь. Если человек действительно не хочет умирать, то он просит курить. Если ему все равно, то... Если ему все равно, он продолжит. Соответственно, все начинается с принятия решений. Не важно, какова была причина принятия решения, но есть принятие решений. Я считаю, что уныние – это вредная привычка. Почему? Потому что везде написано «Великое приобретение, в мире написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным». И довольным. То есть, значит, довольным. Это не значит, что я должен скакать до потолка и радоваться по поводу того, что у меня сегодня утром я открыл кран, тут вода бежит горячая. Для некоторых стран это серьезно. Это радостное. Это радостное. Но поблагодарить за это и быть довольным тем, что есть, это есть как раз принять решение и радоваться. Окей. Я понял, да. Я позицию понял. Ира, вот что ты скажешь на этот счет? Ты полностью согласна, что радость – это какое-то внутреннее такое, только внутреннее, не внешнее? И это значит, что мы не должны унывать? Я считаю, что, во-первых, внешнее и внутреннее неразделимо. То есть, все равно, мы не роботы. Я считаю, что если ты внутри радуешься, то внешне как-то это будет видно все-таки. Но если даже ты не будешь ржать, как конь, но в любом случае это будет, ну, или лыбка, или гореть. Ржать, то тоже иногда можно. Можно давать выплеск эмоций. То есть, и глаза. Я считаю, что вот не зря говорят, что глаза – зеркало души. она в глазах. Она отражение, и она как бы отражает действительность. И радость – это внутреннее отражение, именно как ты воспринимаешь действительность. Я не думаю, что рада… Я согласна с Авиэлем, с тем, что нужно принять решение. Но при этом я считаю, что этого недостаточно. То есть, это необходимое условие, но недостаточное. Почему? Вы знаете, вот я просто смотрю на Авиэля, и действительно, я вижу человека с сильной волей. Это правда, потому что я знаю некоторые изменения в его жизни, не только курить, да, а там какие-то еще изменения на моих глазах. Ну, не то, чтобы я все время вижу его, но… Вот. И я понимаю, что есть люди, у которых, вы знаете, действительно воля – сила воли. Это действительно… Вот это вот есть такая часть души нашей, с которой мы рождаемся. Вот, например, есть люди… Я очень много консультирую людей. Есть люди, которые меланхолики, они родились такими. Ну, факт, очевидно, то есть с детства они были меланхоликами. Знаете, да, что такое меланхолия, да, это как бы тоже вот эта внительность определенная. Вот. И им, когда они принимают решение, вот как раз у них вот эта склонность к строению нервной системы, может быть, это грехи поколений, может быть, это проклятие, может быть, какие-то вещи еще, да, жизнь накладывает свой спечаток. Им нужен определенный процесс, который запустил. Ну, решение они приняли и постоянно нужно быть в процессе этого решения, достижения этого решения. А чтобы его принимать, принять, мотивация должна быть. Что значит радоваться? Я вот, например, вижу в этом как следствие чего-то происходящее внутри нас. То есть не просто мы радуемся, да, вот я вот это решила, я решу радуюсь я. И теперь вот как бы и начала радоваться, да? Да, да, да. Решила и начала радоваться. И вот эта радость, она с одной стороны может возникать вот так, то есть я приняла решение, я включаю комедию, да, и целыми днями смотрю и радуюсь. Ну, я привычу, конечно, ну, то есть делаю что-то, чтобы действительно, ну, запустить эту радость, какие-то вещи. Бывает по-другому, когда внутри происходит изменение, да, и если раньше на что-то ты реагировала, и тебя вызывало, это грусть и печаль, то сейчас настолько мировоззрение изменилось, настолько восприятие действительности этих изменилось, настолько отношения с Господом изменились, что, если в прошлый момент у тебя никакого утешения не было, то в этот момент, в такой же ситуации, когда была печаль, вдруг внутри ты чувствуешь, что у тебя нет печали. Это сверхъестественный процесс. Тебе больно, тебе грустно, вот как похороны, да, все такое. Но при этом ты осознаешь, что ты дальше живешь, что у тебя есть сила дальше жить, и что это событие не вводит тебя в состояние, что все, ты просто разбит. есть два взаимосвязанных. Одно делает Господь, когда ты просишь, когда ты движешься к Нему, когда ты хочешь это, и ты готов изменяться, ты готов по-другому смотреть, ты готов в чем-то покаяться, и так далее. А другой процесс ты сам его провоцируешь. Да я, например, даже своим клиентам говорю, я говорю, возьмите карандаш в рот, вот, знаете, берешь простой карандаш в рот, попробуйте, и тогда мышцы растягиваются в улыбку. И вы знаете, когда на лице мышцы растягиваются в улыбку, то просыпает в отдел мозга, который отвечает за радость, поступает сигнал, что человек улыбается, и радость идет по кругу, возбуждается. И я им велю, как бы по 10 минут утром, бывает люди просыпаются с плохим настроением, вот бывает такая особенность у некоторых людей, они просыпаются уже, это называется утреннее раздражение. Вот. И вот я им советую, возьмите сразу карандаш, и пока вы ходите, одевайте, одержите, чтобы вот этот центр заработал. Поэтому я считаю, Писание, почему нам эта радость нужна, Писание говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь, почему, для чего нам это нужно, да? Для чего? Для чего, да. Чтобы действительно, ну, чтобы... Написано, унылый дух сушит кости, Чтобы реализовать, во-первых, призвание свое, да, потому что только вот это внутри радости, внутри вот этого огня, будем говорить, да, доверие Господу, есть воля Божья. То есть если ты находишься в другом месте, не то, что его воля для тебя пропала, просто ты не в ней. То есть когда ты в состоянии уныния, тебе трудно очень слышать, ты слышишь свой страх, ты слышишь свои мысли, ты сосредоточен на унынии. А когда ты входишь в состояние радости, ты уже в состоянии, как бы действительно, ну, слышать голос Бога, двигаться, помогать другим, опять же, реализовывать, ну, как бы поддерживать других. Мы же все вместе. Есть такой вопрос. Да. Мы продолжаем на эту тему рассуждать. Вот откуда берется источник внутренней радости, которую распространяют одаренные люди? Имеется в виду, что ты встречаешь каких-то звезд, каких-то людей, которые там на виду, и они вот, скажем так, источают вот эту радость, приподнятое настроение и, скажем так... Наркотики принимают. Ну вот... Может быть, это привычка? Есть люди, у которых есть привычка. Это натяжное на людях? Это вот все время люди такие... Ну, Авель, я думаю, что вот эти люди... Это нормально или нет? И вот почему этих качеств нет у других людей? Вот я еще немножечко... У нас остается немного времени, но мы перейдем уже на вторую часть и об этом будем рассуждать. Но вот буквально на днях я разговаривал с одним человеком. Он рассказывал мне, что у него есть знакомый, который... То есть... То, с кем я говорил, он христианин. И он из-за ситуации жизненной, он унывает. У него действительно очень тяжелая ситуация, он унывает. Но, как по мне, он держится очень хорошо. А он для себя ставит какие-то определенные планки и говорит, вот я... Мы как христиане вот и унываем, а этот человек неверующий. У него... Он не находится в такой ситуации. Но он по философии жизни, он такой, как типа буддиста такого. И он рассказывает о том, что ему вообще все равно, чем все закончится. Его там дети, жена, и он... Что бы ни случилось, мы просто растворимся во вселенной и ты-ты-ты. И он в таком невероятном, каком-то приподнятом настроении. И вот я ему пытался объяснить, что, как мне кажется, что если человек постоянно в приподнятом настроении, с ним что-то не в порядке. Он либо на таблетках, либо что-то психически проявляется в нем. Не то, что должно быть. Ведь даже Христос и страдал, и плакал, и переживал, и даже говорил, пусть минует меня чаша сия, тем не менее, и просил помощи, поддержки. То есть он, будучи Богом, стал человеком, и он испытывал всю эту палитру, да, палитру чувств, которые мы тоже испытываем. И вот скажите по реплике в отношении вот того, о чем я говорил, вашу оценку. На самом деле, ничего не противоречит тому, что написано в Библии. Иисус, действительно, он и гневался, и радовался, и поддерживал, и вдохновлял, и иногда ругал. Но мы же, вот как Ира правильно сказала, что мы не роботы. Мы должны давать возможность своим эмоциям выплеснуться наружу, потому что, если мы будем все время держать их в себе, это может стать причиной стресса и уныния, на самом деле. С другой стороны, поменять свое мышление невозможно. Это нереально, потому что мысли, они как гораздо, ну, на более тонком уровне работают. Но его можно обновить, опять говорит, обновлять. Обновить можно обновлять. Обновлять, да. Но, как бы, если мы берем, опять же, практику, это хорошо звучит, обновите дух, обновите мысли. В первую очередь, как Ира сейчас сказала, элементарное упражнение внешнее влияет на внутреннее. Нужно начать делать... Это специальный какой-то карандаш, который люди засовывают в рот? Обычный карандаш. Карандаш радости? Когда ты начинаешь что-то делать в направлении того, какую эмоцию ты хочешь испытать, ты со временем начинаешь испытывать эту эмоцию. Потому что, на самом деле, если я хочу, чтобы у меня, чтобы мне было хорошо, мне нужно начать думать о хорошем. Я не могу думать о плохом и при этом иметь хорошее настроение или какие-то хорошие мысли в голове. Да, все время смотреть по телевизору плохие новости. То есть, вот эти отрицают, смотрят, 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 а потом, как бы, говорить, что нет никакой радости в жизни. Это правда. Мы должны решить, что мы пускаем внутрь себя. Ведь радость, она приходит изнутри. По идее, источник радости. Внутри. Но если мы снаружи, если мы в наши двери, как бы, глаза, уши откроем для всякой гадости, для всяких, как бы, плохих ситуаций, ну, постоянно только страшных историй, да, то тогда, в принципе, ну, мы заполним себя этим и будет это сходить изнутри. Хорошо. А что в отношении одаренных людей? я считаю, смотрите, если вы имеете в виду одаренных людей, которые вот артисты... Я не знаю, у меня такой вопрос. Я скажу так, что в Голливуде все в депрессии... Потому что про артистов я примерно знаю. Все в депрессии, все практически нет никого. Если посмотреть жизни артистов, которые на людях смеются, радуются и так далее, то это просто, это просто конец жизни. Это ужасно. Ведь большая часть... Потом, трудно сказать, на самом деле, гениальные люди испытывают очень большие скорби тоже. Никогда нельзя сказать по внешнему, человек подготовился, человек пьется где-то на людях и так далее. Мы не знаем, какой у него потом переход. Мы не знаем. Какой у него спад, как он ночами спит и что происходит. Поэтому судить по этому очень сложно. Я не вижу, сколько она остается до конца, но, дорогие, я сейчас обращаюсь к вам. Еще раз хочу напомнить вам вопрос, как научить других быть добрее. Вот такой вопрос. Отреагируйте, напишите. И также вы можете реагировать на то, что мы обсуждаем в студии. И что еще? Что еще? Я вижу, поступают молитвенные нужды. И также вы реагируете. Да, я вижу. Спасибо большое. И Дмитрий Смирнов, Людмила, и Николай, и Айгюль, и Айнура, и Владимир. Вы пишите нам, реагируя на нашу программу. И также я верю, что еще, еще так же подступят. Пока я прочитаю свидетельства. Марита, добрый вечер, дорогие. Я благодарю Бога за то, что он остановил войну в Карабахе. Слава нашему Господу. Аминь. Ну, мы, кстати, в том числе молились об окончании военных действий. Сейчас пытаются разобраться, кто выиграл, кто проиграл. Кому это нужно? Наверняка все, все проиграли от войны. Также, Татьяна, благодарю Бога, я получила работу в социальные сети, отправляла молитвенную просьбу. Аминь. Она получила работу. Наталья, драгоценное спасибо за молитвы. Недавно просила молиться за мальчика из нашей церкви. Он нечаянно отрезал подушечку пальца. А подушечка пальца очень быстро приросла. Прошло две недели. Там ничего почти не видно. С учетом, что он часто мочил руки, все равно приросло. Приросло. Спасибо Господу. У нас тоже у младшего когда-то тоже отлетела часть пальца и тоже все пришили, прирастили и все. И все благополучно. Слава да будет Господу. Слава Богу. Ну, хорошо. Тогда, дорогие, первая часть подошла к концу. Я приглашаю вас еще писать нам. Мы после перевева будем молиться и также просто стоять вместе с вами. Поэтому пишите нам молитвенные нужды. Делайте репосты этого прямого эфира, если вы смотрите в соцсетях. И через буквально небольшой перерыв во второй части мы будем продолжать говорить на тему доброты, на тему радости, на тему вот этого блаженства, о котором мы с вами рассуждаем. Не переключайтесь, будьте с нами. Почти 8 миллиардов людей живет на земле, и каждого из них Бог любит особенно. Любая нужда человека имеет значение для Небесного Отца. Кулцентр телеканала ТБН принимает звонки и обращения, о которых молятся Божьи служители в молитвенных центрах. Доверьте нам свои просьбы, ходатайства и свидетельства. Все молитвенные команды нашего телеканала ежедневно молятся именно о вас. Мы верим, что Господь желает активно участвовать в вашей жизни, и сейчас по этой молитве Господь изливает благодать. Когда мы объединяемся в молитве, присутствие Божье и сила Его ответа увеличиваются многократно. Как смотреть общественный телеканал ТБН? Легко, удобно, доступно. Мы ведем вещание через самые популярные спутники. Если вы еще не являетесь абонентом кабельной сети, то заказать антенну и ресивер ТБН можно у ближайшего установщика оборудования. Предпочитаете смотреть программы ТБН на компьютере? Интернет-вещание в отличном качестве доступно на тбн-дефиз-тв.ком А также на сервисах для просмотра Картина ТВ, Кристал, Пирс и Яндекс.Эфир. Смотрите ТБН через смартфон или установите мобильное приложение нашего телеканала на Android и Apple устройства. Смотрите любимые программы на сайте или через Smart TV. Наслаждаться нашими программами можно на всех мобильных устройствах. Присоединяйтесь к миллионам зрителей, телевидения без насилия. Смотрите ТБН любым удобным способом. Прожить свой день так, чтобы стать для кого-то благословением достойное желание. Знать, что кто-то получил спасение благодаря твоему решению жертвовать это счастье. Давайте вместе сделаем этот мир лучше вместе с программой «Тысяча по тысяче». Телеканал ТБН ищет тысячи людей, которые будут жертвовать каждый месяц по тысяче рублей на развитие христианского телевидения. Благодаря тебе множество людей по всему миру сможет услышать благую весть, обрести спасение и стать частью большой христианской семьи. Вместе мы сделаем этот мир лучше. Каждый милосердный поступок, продиктованный любовью, это ступень лестницы, ведущей к небесам. Когда делишься радостью, она приумножается. Позвони, напиши, поделись. Колл-центры телеканала ТБН принимают молитвенные нужды, свидетельства и отзывы, чтобы дать надежду и поддержку каждому, кто ожидает ответов от Господа. За твою просьбу будут ходатайствовать служители и молитвенные группы в разных частях мира. Бог видит твое сердце. Доверь ему свои мечты. Позвони нам прямо сейчас. Друзья, мы вновь в эфире «Открытая линия». Мы отвечаем на вопросы, молимся в прямом эфире и очень рады, что вы активно поддерживаете то, что происходит сейчас. здесь, в Иерусалиме, у вас там по домам. Мы очень рады, что мы являемся одной с вами частью. Вопрос, который я задавал телезрителям, он звучит так. Как научить других быть добрее? Как научить других быть добрее? Хотя сейчас мы обсуждаем тему доброты, радости, как поддерживать вот эту радость в себе, как реагировать на то, что мы вдруг встречаем очень радостных людей постоянно. У них нет даже какой-то части, действительно, ну, бывает, ты просто удивляешься и восхищаешься этим людям, что они так твердо, хорошо держатся. Но вот правильно ли это? Вот мы пытаемся об этом поговорить. И вопрос у нас такой, можно ли предотвратить появление уныния и депрессии? И как это сделать? Предотвратить? Вот мне интересно, вот это, знаете, я вспоминаю этот период жизни, когда я пришел в церковь, и когда мы вот в этой американческой такой церкви, где все радуются, где все счастливые, я помню, к нам приезжали такие молодые проповедники, и они заходили к нам в метро, и они говорили, у вас все ужасно грустные, у вас все ужасно такие, и они вели себя так, типа, ну, вызывающе специально порадоваться, чтобы люди как-то начали радоваться, но они приехали с благополучной страны, а у нас еще такая депрессия, непонятно, во что одеваться, непонятно, что кушать, и вот попробуй, да, людей привести вот эту полноценную радость, и вот у меня вот такой вот конфликт, то есть, с одной стороны, я понимаю, что мы, как бы, должны держать эту марку, вот я неоднократно, многократно был в Америке, и там действительно существует вот такой определенный вот культ, вот как ты сказал, что вот такая американская улыбка, ты заходишь в магазин, ты выходишь из магазина, ты встречаешься с какими-то людьми, и вот если ты не радуешься вот так при встрече, они могут оскорбиться и обидеться, они думают, что это признак плохого тона, это значит, тебя не воспитывали, потому что если тебя воспитывали, дома ты должен быть nice, ты должен быть таким очень приятным, и даже если скребут кошки на душе, и как-то все плохо, никто даже не выведает у тебя, что у тебя там такое там в душе происходит, и когда тебя спрашивают, как у тебя дела, и как ты там чувствуешь себя, ты никогда им не скажешь, потому что все понимают, что у тебя не спрашивают, как у тебя дела, у тебя с тобой просто здороваются, и тебе дают часть твоей улыбки, и вот с одной стороны поначалу, мне это вроде бы нравилось, потому что это подымает настроение, ты сам тоже улыбаешься с ними, с другой стороны, это где-то после двух недель я начинал от этого уставать, потому что хотелось... Потому что самому не улыбалась. Нет, искренне. Потому что, потому что, ну не знаю, может быть это не искренне, а может быть для них это искренне, и как бы, ну вся эта картина вот такая, вот как вы к этому относитесь, вот вопрос такой, можно ли предотвратить появление уныния и депрессии, а я думаю, вот нужно ли все время предотвращать, или человеку нужно погоревать. Ведь Библия говорит не только о радости. Библия говорит, да, вы помните, написано, что человеку, да, немного пострадав, но написано, лучше входить в дом плача об умершем, нежели в дом веселья. Сердце мудрого в доме плача, сердце глупого в доме веселья. Это об этом мудрость Соломон. Ну, да, понимать понятно, но местописание-то тоже говорит о том, что вот... Ну мы не можем все понимать буквально, то есть вы не хотите веселиться, получается, что все, все, стендап-шоу, все закрываются, значит, у нас должны быть абсолютно такие вот траурные лица на проповеди, и мы должны вот исключительно вот с таким вот видом проповедовать, не дай бог там что-то, какую-то шутку пропустить и так далее. Это, ну, не это имеется в виду. Дом веселья имеется в виду там, где постоянно праздное веселье, то есть веселье без причины. Этот дом имеется в виду, лучше туда не ходить, потому что само сердце становится развращенным. К этому ведет Соломон. По поводу уныния и депрессии я могу сказать так, что, во-первых, нужно различать уныние и депрессии. Уныние, я все-таки считаю, это мое личное мнение, может быть, Ира со мной как психолог не согласится, но, опять же, уныние, это мое решение. Вот я принимаю быть решением унылым, я буду унылым. Если я не принимаю решение быть умным, я не буду унылым. А депрессия, это все-таки состояние, к которому мы приходим. Депрессия, это следствие каких-то причин, каких-то шагов, каких-то действий, мыслей, может быть, даже состояние здоровья, может быть, истощение организма внутреннего. Депрессия, это грех? Это не грех, это болезнь. Это болезнь. Это не грех. Да. Это не депрессивное состояние, когда мне просто хандра, мне вот схандрилось. Нет, это не то. Это конкретная болезнь, которая требует немедленного психиатрического вмешательства, потому что, если его запустить, дело все может закончиться даже самоубийством, а может быть и смертью. Ну, в смысле, смертью по естественным причинам. Поэтому нужно разделить то, где я принимаю решение, то есть радоваться или быть унылым, в зависимости от обстоятельств. Либо это уже психическое состояние, еще раз говорю, не психиатрическое, а психическое состояние, то есть состояние души, где я уже не могу справиться с этим, потому что организм находится в состоянии болезни. Это предотвратить, конечно, можно. Запущенное состояние. Да, это предотвратить можно, но это нужно было начинать не пять минут назад делать, а, скажем, год назад, два года назад, у всего такие серьезные причины. Ира, что ты скажешь на этот счет? Во-первых, хочу отнестись, Жень, к тому, что ты сказала насчет улыбок в Америке. Я думаю, что это лучше, чем они там все плачут и ходят мрачные, да, и если их дотронуться нечаянно там, не туда встала в очередь, все пошли подальше. Я думаю, что все-таки, ну, пусть улыбаются, это не проблема, мне кажется, я так думаю, да. И вот, что у них внутри, в общем-то, это, в общем, пусть решают те, кто рядом с ними, вот. А насчет, можно ли предотвратить уныние, депрессия, согласна с Виэлем, что уныние – это эмоция. Это определенная эмоция, и с ней ты еще можешь справиться. То есть, если ты находишься, например, ты опечалился, расстроился за чего-то, да, тогда тебе говорят, послушай, ну, возьми себя в руки, ну, так, все просто любят так говорить, да. Ну, вот смотри, ну, ведь это же, ну, чему-то подумай, что это не конец жизни. Ну, то есть, все какие-то там, безбиблия, и ты человек решает, хорошо, я действительно, я сейчас возьму себя в руки, в конце концов, что. А когда человек находится долго в волнениях, в страхе, в негативных мыслях, в негативных эмоциях, то тогда возникает депрессия, депрессия – это болезнь, сто процентов, и этой болезни не только такое эмоциональное состояние, другое, да, психическое состояние, как бы, но и состояние самих, самой системы, тела. То есть, это гормональные, все гормональные нарушены, система гормональная нарушена, и рушается пищеварение при депрессии, вы знаете, живот схватывает и так далее, там подобное. Много чего нарушается. Поэтому это надо лечить. Я, кстати, книгу написала как раз об этом, вот, страх, депрессия, тропинка для смелых, да, именно, чтобы люди верующие, для верующих написано, различали, где человек возьми себя в руки и выйди из депрессии, да, и где возьми себя в руки, почитай писание и выйди из печали. А где ее можно достать? Ну, это можно мне написать, я, да. С тобой, да, связаться. Вот. И что теперь касается, можно алиминовать, да? Да, как уйти. Я считаю так, что для верующих людей депрессия, наступает тот момент, то есть, то есть, мы в мире все были, да? В мире люди подвержены, то есть, они не находятся очень часто в воле Божьей, практически не находятся. То есть, они находятся в своей воле, в поиске, в общем-то, вещей для себя, для... и чаще всего все равно перекос идет в сторону мне в первую очередь надо, мне как бы вот, и подходит мне это или нет. Когда мы приходим к Господу, нас начинает интересовать воля Божья. Господь, скажи, пожалуйста, какими мы должны быть, что нам угодно делать и так далее. И вот, например, на еврейском, слово ляхто, грешить, это значит промахиваться мимо цели. То есть, ляхто, это промахнуться. Вот. То есть, и для человека, который пришел к Господу, я считаю, самый лучший путь с самого начала, чтобы не допустить депрессии, не допустить упадка, не допустить этой печали, это войти в волю Божью. Это получить вот этот вот поток, я так говорю, как бы энергия, но это имеется в виду Божий поток. То есть, если вот говорить, например, какой-то фонарь светит, да, то есть, вокруг темно, и мы можем топтаться там, но если мы будем все время в фонаре, как бы вот, то мы будем вот в этом благословении, там нет, вот в этом свете нет депрессии. Я вот хочу зачитать как раз про Давида. Значит, Давид, да, написано, нет мира, говорит Давид, нет мира в костях моих, от грехов моих. Я совсем по них, весь день сетую хожу, из немок и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Это в Псалме 37 написано, Давид говорит, да? Какое было у человека состояние? Он депрессняк практически. Да. Представляете, то есть, вот он человек был в тяжелом состоянии, что вывело его с депрессии? Понятно, что, наверное, он думал о чем-то, он же человек, брал себя в руки, молился постоянно, но вывел его Господь. Почему? Потому что Давид сказал, я все равно держусь за тебя, выведи, я хочу быть в твоей воле. Понимаете? То есть, все мы грешим и падаем, и вот там, где грешим и падаем, там, где как бы допускаем это падение, находимся в нем долгое время, вот в этой яме ждет нас депрессия. Вот это однозначно. Для неверующих тут история такая, вообще, я вам скажу, каждый третий пьет антидепрессанты. Вот в 20 веке, например, вы какое думаете, самое большое открытие было? Ну, просто супер. Какое? Какое вот. Некоторые говорят, компьютер, интернет. Нет, это было там, в 20-м или в 21-м? В 20-м. В антибиоте, наверное. Да. Это был прозок. Прозок, это сильный, антидепрессант. Да, это даже, да, это такой... Антидепрессант. Или что-то... Да, я уж не буду сейчас медицинский термин говорить. То есть, таблетка прозока, представляете, она перевернула мир. Потому что люди не знали, люди кончали самоубийство, люди не знали уже, куда деваться. Почему? Потому что все во тьме, все мы согрешили. И когда мы во тьме, когда нет вот этого света потока... Прозок человечеству помог? Прозок очень помог. Вся, ну, не вся Америка, каждый третий. Поэтому они ходят и улыбаются. На прозоке. И кроме того, сейчас антидепрессанты пятого поколения вышли. То есть, сейчас антидепрессанты, которые нет привыкания. К чему ты нас ведешь? Это я веду к тому, что люди в миру, в мире, да, они, ну, не верующие я имею в виду, нам кажется, что сильные воли, нам кажется, что просто масса людей в депрессии пьют антидепрессанты. Почему? Потому что они пытаются, но они все равно не могут насчет... Вот эта воля Божья, вот этот свет, вот эта надежда, ободрение, внутренняя радость, как бы потенциала своя, реализация потенциала, способности именно для восполнения своей миссии на земле. Вот спроси люди, для чего они живут. Даже не представляют многие, что такое миссия, что такое предназначение. Конечно, депрессия. Жизнь кончается, а ты как бы не знаешь... То есть у большей части верующих людей есть шанс прожить без прозака, да? Без прозака точно есть шанс. Они могут прийти и осмыслить свою жизнь, получить не только откровение, понимание назначения, но и внутренне снять себя одежду уныния и одеться в одежду радостью. У верующих есть шанс, есть большой шанс. Я могу сказать еще одну вещь, что антидепрессанты, вот как Ира правильно сказала, пятого поколения сегодня, это те антидепрессанты, которые не вызывают никакого привыкания, они просто помогают организму на биохимическом уровне справиться. Это не подавление психики, это не подавление личности или наоборот. Это на биохимическом уровне как антибиотик, как обезболивающий помогает справиться с состоянием, в котором находится организм. У меня сейчас впечатление, что мы приводим людей к тому, что, чтобы обрести радость, всегда радоваться... Нет, нет, нет. Это одно не связано с другим. Это вообще не из той серии. Это важно. Если человеку ставят диагноз, что у него депрессия депрессивное состояние прописывают ему антидепрессанты и вы при этом верующий человек вам не нужно говорить нет я не буду наркотиками или там какими-то таблетками это все равно что отказываться от обезболивающих когда болит голова есть ряд людей которые отказываются от любых таблеток согласен и верят в исцеление и то есть если мы проповедуем и говорим о боге который дает радость которые и повеление от павла всегда радуйтесь то значит есть какой-то другой метод а мы как бы того что он даже не рекламирует различные рода медицинские услуги своего так сказать сподвижника луки что он был врачом да да но один раз он говорит тимофею немножечко вина на может быть во первых немного это значит он не практиковал эту часть да и говорит что ты можешь это в ветхом завете вообще там есть примочки эти которые делались друзья в каких случаях уныние и негативные эмоции могут быть полезны вот в каких случаях может быть в этих случаях когда человек живет непонятной же полезными они быть не могут это местописание которое я привел в отношении что сердце мудрого в доме плача да что все таки человек путящий гуляющий когда попадает вот я вспоминаю не значит они хорошие эмоции когда он кутя вот я вспоминаю я шел по улице как раз когда уже совсем все плохо я шел по улице я увидел церемонию траурной и в момент у меня поменялось понимание осмысление я переживал за что-то там что-то себе думал это было уже давно это еще в киеве но я понял насколько она сильно влияет на людей то есть а я думаю что на не верующих людей каждый сразу сталкивается переосмысливать свою жизнь думает как он распоряжается своей судьбой жизнью и это как-то может как раз влиять вот я скажу так у меня был такой пример я вспоминаю когда у меня я похоронил свою маму это был очень тяжелый момент от которого я отходил очень долго но собрались все родственники и на похоронах я говорю слово я говорил как раз часть местописания вот этого которое я процитировал я вспомнил что там прямо на могиле мы все вместе я предложил им помолиться молитвы покаяния кто не молился и все стояли и молились уже впоследствии непонятно там кто как последовал но я знаю ряд моих родственников которые обратились и отдали свое сердце господу в тот момент или через какое-то время но они себя позиционируют как верующие люди это лет повлияло или что-то другое но 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 похороны это то место где действительно людям в процентном соотношении больше люди слушают чем в каком-то могут повторить вопрос еще раз вопрос звучит так в каких случаях уныние негативные эмоции могут быть полезны только в одном случае могут полезными на мой взгляд когда у меня накопилось и я это просто высказал мы эти эмоции видим и у иисуса христа тоже он когда сердился будем так говорить на своих учеников он это напрямую им выговаривал и он говорил это не стесняясь в словах потому что он говорил то что он был например например маловерные например где вера ваша сколько я буду с вами быть да то есть рот неверный развращенный он он это говорил и он не стеснялся почему потому что самое плохое это но это такие нормальные слова есть же люди даже верующие павел берут такие очень кроме словечки не не бог он апостол и наименьший из всех апостол как он говорит да и он тоже сидел и очень злился на свою галатскую церковь и говорил о несмысленные галаты дважды в этой главе он говорил об их несмысленности голова он он говорил наверное гораздо в душе это более более серьезные но некоторые переводы звучит так глупые выглупы гола ты то есть а иисус говорит что тот кто назвал кого-то дураком так вообще там достоинство зубриона да поэтому когда у нас внутри что-то есть и мы это все внутри себя держим мы в этом варимся это как раз и может привести к депрессивном состоянии лучше это высказать желательно это высказать ну понятно дипломатично другому человеку но выскать именно эмоционально не просто сказать я вот считаю хочу тебя заверить в том что я конечно нет нет просто прийти и высказать эмоционально ты имеешь ввиду я не имею ввиду оскорблять человека решет что но вот свои эмоции нужно высказать и вот в этом случае это полезно в любом другом случае когда мы носим в себе это уныние и рассказываем например я сержусь или там злюсь на какого-то человека когда человек доставил мне к этой неприятности бессмысленно ходить и рассказывать об этом другим людям мне нужно с этим человеком разве если он не хочет если у тебя нет возможности другой вопрос кому нет но это важно печатели кому ты пойдешь кому то если это что-то серьезное души купечитель есть в конце концов психологи есть в конце концов пастор которому если доверяешь можно с ним поговорить есть братья и сестры с которыми ты общаешься откровенно можно кому-то высказать но это не должно быть как клевета потому что иначе мы что называется умножаемые преступления а это должно быть просто сказать я хочу высказать свои эмоции окей окей это очень полезно полезно это или не полезно высказывать полезно но я здесь немножко с велием так сказать не тут совсем не согласна но высказывать нужно например я практикует и такой вот например я могу дома ну может быть я женщина немножко по-другому но я могу дон просто начать вот накопиться начала одна, когда, да, сначала раз там, начать кричать, там, ну, говорите, сколько я могу уже, это сама собой, буквально Богу, можно сказать, сколько я могу это терпеть, Боже мой, как мне эти люди уже, ну, что это за глупость такая. То есть ты сходишь сама и это высказываешь? Я сама просто перед Богом, я, да, иногда даже включаю прославление. А ты берешь тарелку и так бьешь ее? Нет, я не бью тарелки. У меня тарелки очень хорошие дома, все я люблю. Дорогие тарелки, пожалуйста. А нельзя взять какие-то такие? Нет, я не держу такие. Нет, у меня все хорошие. Ну, говорят, это терапия. Ну, нет, нет, груша терапия, например. У меня у дочери с зятем груша лежит, висит на гине в саду, такая большая. Он выходит и бьет. И они все, они и внук мой так бьет ее, и что-нибудь такое. Вот. Не пойду в школу. Он вот так вот делает. Вот. Ну, вот так вот, да. А я, например, я, в общем-то, действительно перед Богом я могу, я могу мужеско высказать все. Артур, ну, вот как ты думаешь, что вот они вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Он будет спокойно сидеть. Он мудро будет. Слушает меня, он много не говорит, слушает все такое, все, да. И потом может высказать, типа, такого, ну, а что терпеть? Не терпи. Типа, не надо общаться, и все. Все такое выдаст мне. И у меня это самое. Потому что я эмоциональный человек. Я могу, если я вдруг доживу, в смысле, дотяну до момента, когда люди мне начнут это говорить, то я эмоциональный человек. Ты можешь все высказать? Я могу просто вдруг что-то лишнее сказать. А потом жалешь? Друг. Ну, я давно не говорила уже, но раньше жалела, да. Есть еще один вопрос. Как правильно выходить из конфликтов, побеждать споры, используя позитивные эмоции? Используя позитивные эмоции. Длинный вопрос. Я не думаю, что мы отметим за такой короткой. Как правильно выходить из конфликтов, побеждать споры, используя позитивные вопросы, эмоции? Это несколько частей. Давайте попробуем хотя бы что-то. Ну, давайте. Можно ли выйти из конфликтов и победить спор, да, который образовался? Да. Используя позитивные эмоции. Во-первых, можно. Ну, ты уже сказал о том, что надо высказаться. Я вообще как бы предел... Конфликты неизбежны. Конфликты возникают всегда. Потому что конфликты, это... Ты можешь решать вопросы с положительными эмоциями? Могу, но не всегда получается. Потому что конфликт, когда у меня не... Могу, но не всегда получается. Почему? Я сейчас расширю это. То, что я сказал. Тяжело, когда человек находится в конфликте, и их интересы двух людей или трех не совпадают. И мы хотим, чтобы было выгодно, так как было выгодно нам, решать все на позитиве. Потому что, когда другой человек сопротивляется, позитива там практически нет. Поэтому, когда я вижу, что мы входим в конфликт с кем-то, я стараюсь. Не всегда получается, но я стараюсь. Для начала я говорю, смотри, у нас сейчас возник конфликт интересов. Давай сначала определимся, как мы хотим этот конфликт решить. Что должно быть в конце? Должен быть компромисс? Должен каждый остаться при своем? Или мы сейчас будем спорить депоты? Обычно, когда останавливаешь конфликт и начинаешь думать о чем-то другом, возникают позитивные эмоции. Потому что человек начинает думать, действительно, а чем я хочу это закончить? Может быть, просто нужно прийти к компромиссу и все, а может быть, наоборот? И тогда, да, когда мы, так говорит, не позитивными эмоциями это решаем, а избегаем большого количества негатива. И тогда можно конфликт предотвратить или закончить. Потому что, ну, это нормальное состояние конфликтов. Все друг друга изучают, все друг к другу пытаются притереться. Поэтому, Ира, как ты решаешь конфликты? Я думаю, ну да. Дело в том, что правильно начать надо вот этот разговор, когда конфликт уже, ну, в воздухе висит. Надо очень правильно вырулить. Потому что конфликты, можно вроде беседовать, беседовать о каких-то человеках, и вдруг столкнулись два мировоззрения, которые никак не могут найти, ну, соединения. А еще мы начинаем убеждать, что каждый прав. Ведь вообще проблема в конфликте в том, что каждый считает, что он прав. И мне кажется, вот правильно повести, то есть дать какую-то вот, как бы, ну, высказать какую-то аксиому, с которой все согласны. Сказать, вот послушайте, вы согласны все, что нам важно сейчас как бы не поссориться? Нам важно не разругаться. Согласны? Отойти от этого конфликта и так со стороны показать ситуацию. Я считаю, что именно позитивное исповедание важно. То есть эмоции здесь тоже, естественно, все вместе. Но позитивное исповедание, когда ты говоришь, то есть ты даешь фразу, ты даешь какую-то аксиому, аксиому, которая не над доказательств, да, потому что, ну, наверное, никто не хочет специально поссориться. И тогда люди, как бы, соглашаясь вот на этой аксиоме, начинают от нее отходить, и вот как Авелий сказал уже, выруливать там, что нам сейчас важно? Нам важно прийти к общему мнению? Или давайте мы решим, каждый может остаться при своем, но нам важно принять решение. Не прием, ну, значит, в следующий раз встретимся. Значит, людям дать надо выход, когда больше как без ссоры можно выйти. И сразу, мне кажется, в этот момент у каждого человека, практически у всех, начинают позитивные эмоции преобладать. То есть как бы они сами справляются с помощью вот этого, вот этого определенного предложения и так далее, справляются этими эмоциями. А те, кто не справляется, ну, им надо просто выйти и не участвовать уже в этом. Можно даже предложить, ну, тот, кто не может сейчас, ребят, друзья, ну, может быть, вам пока не участвовать в этом. Потому что, ну, зачем все это бомбить как бы потом? Но есть же люди-спорщики. В любом коллективе, в любых отношениях. Вот поэтому им дать надо шанс. И ты только вот раз, и кто-то с кем-то взял и зацепился. Взял и зацепился. Кто-то так отошел и понимает, что зацепливаться, входить не нужно, не нужно, не нужно. Потому что вы помните, да, что ссора – это как прорыв воды. Если уже прорвало, уже все пошло. Тогда это у человека. когда ребенок начинает конфликтовать? Его пытаются отвлечь. То же самое, если мы видим двух спорящих, это все равно, что разнимать двух дерущихся собак. Бессмысленно, потому что мы не знаем, какая подоплека у всего этого. Но их можно отвлечь. Ну, а как же тот, кто внедряется в чужую ссору, хватает в сазал? Я не говорю, что мы внедряемся в чужую ссору. А как отвлечь? У нас немного времени. Попросить чьей-то помощи, например. Со стороны, чтобы с рефери пришел с полосатой рубашкой и разнимал их. Они двое спорят, попросить чьей-то помощи. Кто из вас сегодня мне нужна помощь? Да, друзья. Ну, а потом, я думаю, что да, в этот момент, кстати, иногда отходят люди, но некоторые вот такие заядлые спорщики, они сидят и ждут, когда тот человек вернется на фрингвиле. Конечно, и продолжают. Бывает и так. Это болезнь. Я думаю, это болезнь. Просто перестать. Давайте мы закончим. А это? Это не просто. Ну, потому что, нет, это конечный уже. А зачем нам потом всем перекрыть друг в горло? Но люди закончить не могут, потому что они уже обижены друг на друга. И это надо просто как-то затушить. Ну, это на самом деле серьезный вопрос. Друзья, да, это действительно может быть мы его продолжим. Но я хочу напомнить вам, дорогие телезрители, что вопрос в третьей части звучит для вас. Как научить других быть добрее? Вот прокомментируйте. Это вы много уже написали нам. Мы молимся за вас, дорогие. За Татьяну, за Веру, за Надежду, за любовь, хочется сказать. Может быть, даже есть. Но у нас Анна, Вера, Лариса, Екатерина, Ирина, Виктория, Мария, Галина, Мария, Сергей просят о защите, о семейном счастье, о лечении, о исцелении, о заработу мужа, от проклятий и всего остального. Отец Небесный, мы подумаем перед тобой всех этих людей, которые пишут нам. Мы заступаемся сейчас заступнической молитвой за них все, Господи. Мы молим Тебя, поставь свою защиту, поставь свой покров, дай им руководство в жизнь, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил, и особенно этих спорщиков, особенно те, те, которые считают, что они всегда правы во всех ситуациях. Поколебли, Господи, и дай им исцеление, и дай им принятость, даже если они не отстояли свои какие-то принципы, и какие-то устои, Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты дал мир, покой и прощение во имя Иисуса Христа. Дорогие, через небольшой перерыв мы опять будем в студии, в третьей части, и будем продолжать говорить о том, как нам сеять добро. Во времена испытаний нестабильности мы все ищем опоры, и порой помощь переходит откуда ее не ждешь. Так случилось в жизни Николая. Круглый сирота, он работал дворником и попал под машину. С тяжелой травмой головы и без средств к существованию. Николай оказался на улице. Его нашли и привели в Дом Милосердия, где Коля обрел настоящую семью. Я приехал в Треповец из школы-интернат. В училище учился, потом на Северстарии работал, а потом в рекламную в рекламу ушел. Долго работал. Потом начал работать дворником, и у меня машина била. знакомые увидели, сказали, где я работал, кто мог туда пришел. И вот... А вы чем занимаетесь в Доме Милосердия? Что вы делаете здесь? Помогаю всем дворникам, людям, магазин, постельное. Ну, то есть понемножку, понемножку помогаю. Сегодня так много людей оказались в подобной ситуации. Бог желает спасти каждого человека. Он врачует раненые сердца и души, обнимая их своей любовью. Благодаря неравнодушным людям и служителям, сегодня подопечные Дома Милосердия имеют не только кровь и тепло, но новую жизнь и надежду. За что вы благодарны Богу больше всего? О, за все. То, что мне осталась жизнь и всем людям, которых знаю, тоже помог. Спасибо. Любимый телеканал «Смотри в Ютубе». Канал ТБН в Ютубе это Слово Божье, молитвенная поддержка и духовное ободрение круглосуточно. Мы внимательно относимся к контенту и поэтому тщательно готовим для зрителей уникальные авторские программы «Слово от лучших мировых служителей», прямые трансляции служений, эксклюзивное интервью, развлекательные и познавательные программы на любой вкус. Подпишись на телевидении без насилия в Ютубе и ты присоединишься к сообществу близких по духу. Ставь лайки, пиши свое мнение в комментариях, отправляй молитвенные просьбы, делись понравившимся видео в соцсетях. Для тебя полный архив программ ТБН и удобный поиск по плейлистам. ТБН – содружество неравнодушных и сопричастных людей. Мы ждем тебя! И не забудь кликнуть на колокольчик, чтобы быть в курсе актуальных новостей христианского мира. Поддержи нас лайками, подпишись на наш телеканал, нажми на колокольчик и будешь получать самые актуальные новости христианского мира. Каждый из нас привносит что-то в этот мир. И каждый оставит след после себя. Каким он будет, зависит от нас. Библия говорит, что дающие приобретают. Поддержать служение ТБН стало еще проще с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Войдите в мобильное приложение Сбербанк Онлайн на своем смартфоне. Выберите внизу вкладку Платежи. Перейдите по ссылке Оплата по QR или штрих-коду. Наведите рамку на экране смартфона на QR-код. Укажите сумму пожертвования. Нажмите кнопку Оплатить. Платеж совершен. Станьте частью того, что Бог делает сегодня. Будьте благословенны. Дорогие друзья, открытая линия в эфире. Третья часть. Мы рассуждаем о добром свете, о добре, о радости, о том, как нам держаться так, чтобы не быть унылыми, грустными, в депрессии. И дорогие гости наши помогают нам в этом. Авель Станкевич и Ирина Галь прекрасные советы дают. Если вы прислушаетесь, то вы действительно сможете избежать вот этих поворотов судьбы и всегда быть в здравии, в радости и в благополучии. У нас вопрос к вам, дорогие, как научить других быть добрее. будь добр, будь добр, будь добер. Да, как одна девушка сказала здесь, в Израиле, она родилась здесь, в Израиле, не совсем говорила по-русски, она вот, родители у нее владеют русским языком, а она, так скажем, с переменным успехом. Вот она говорит, будь добер, будь добр, для нее будь добер, это будь добр. Так вот, друзья, друзья, вопрос у меня такой, вопрос для вас, как научить других быть добрее, и мы переходим к заключительному блоку вопросов. Есть ли у верующего человека психологические проблемы? Кому обращаться, к пастору или к психологу? Вот давайте с меня начнем. С тебя начнем. Как ты считаешь? Я считаю, что нужно выяснить проблемы психологические для начала. Если да, то обращаться нужно к психологу. Потому что когда, знаете, такой простой пример, когда у нас болит зуб, ну уж простите за такое сравнение, мы идем с вами на консультацию все-таки к стоматологу, даже если он живет на другом конце города, мы не идем к соседу-гинекологу консультироваться по поводу больного зуба, только потому, что он живет рядом. Каждый человек специализируется на своем. Психолог специализируется на состоянии человеческой души. Если у человека действительно психологические проблемы, то ему, естественно, нужно каким-то образом обратиться к тому, кто занимается психологическими проблемами. Если это проблемы его нынешнего духовного состояния, то есть вопрос принятия решений, вопрос, может быть, взаимоотношений с Богом, вопрос, может быть, у него обиды какие-то есть, то есть духовного плана проблемы, тогда да, ему нужно обратиться к пастору. Опять же, нужно понимать, что пастор не всегда, и он не обязан, кстати, я считаю, быть профессиональным психологом и душ-победителем. Для этого есть отдельные служители, которые имеют такое помазание. Если ваш пастор, вам кажется, что он какой-то, может быть, нелюдимый, может быть, он с вами не хочет общаться, что вам просто кажется, нам нужно просто с ним поговорить. Подожди, а как это, как это душепопечение, как это, получается, пастор не должен консультировать людей, он должен проповеди читать со сценой? что он не должен. Некоторым людям, может быть, я неправильно объяснил, некоторым людям кажется, что пастору лучше не подходить, я просто... Пастору не подходит, потому что он кажется каким-то нелюдимым, каким-то там недобрым, каким-то там нелюбящим, почему люди не идут к пастору может быть бояться может быть бояться и таких тоже знают я радостный разность на доме и благой и и так проявляет себя что люди не хотят его идти как наша дочь это не так работает скажем сидит человек который пребывает сегодня в каком-то грехе сидит и слушает проповедь а пастор все-таки молится перед служением господь им что-то открывается да но и думаешь не молится не на самом деле все-таки может сюда что ли ему открывает и вот он стоит и проповедует конкретно к этому человеку о конкретной его грехи и потом говорит о этот про меня наверное все знает и начинает того человека подсознательно бояться это чисто человеческое плотское такое состояние и поэтому многие боятся ходить к пастору за советом кому они туда советом к братьям к сестрам в церкви. И вот здесь нужно быть очень осторожным, потому что есть такое понятие, как тайная исповедь. Исповедуемся мы все-таки не перед каждым человеком. Иногда бывает, что человек, услышав, без всякого злого... А может, не надо вообще исповедоваться? Ну, Писание говорит, что надо. Писание говорит, что надо. Признаваться друг перед другом, да. Но нужно, опять же, все это делать с мудростью. Потому что люди разные бывают, состояния у людей разные бывают. Ну, какая разница? Ну, расскажут и не кому-то. Ну, а что? А ты пойдешь дальше. А я пойду дальше. Ну, человек, скажем, с такой с таким подходом, как мы с тобой, скажем, может быть, для них это пройдет просто. А для кого-то это будет болезненный удар. Может, им вообще... Нет, для меня в свое время это был болезненный удар. Для всех бывает это болезненным ударом. Просто каждый проходил разное в жизни. И я бы, например, как бы... Ну, да, меня бы это расстроило, но я не то, что прям там вот прям вскочил бы, убежал из церкви и сказал, что нет. А есть люди, которые это очень болезненно воспринимают. Это нормально, потому что все люди разные. Поэтому, если вам кажется... Я знаю таких людей. Мне кажется, что пастор со мной разговаривает не будет. Это, кажется, не работает. Нужно подойти и поговорить. Скажи, если человек в твоей церкви обращается к кому-то за помощью, не к тебе, тебя это трогает... К кому? Ну, кому-то, душу-попечителю из твоей церкви. Нет. Но не к тебе. У меня нет в церкви души-попечителей. Все, Авелий, делай. У меня нет в церкви души-попечителей. Люди не обращаются к другим людям? Обращаются. Обращаются. Тебя это трогает? Тебя это... Ты думаешь, что ты... Я просто... У нас есть такое соглашение, что если человек хочет к кому-то обратиться, я должен быть в курсе. Разрешите обратиться. Да, разрешаю. Нет, я априори разрешаю, но я хочу быть в курсе. Хорошо. А ты считаешь, что психологи христианские и христианская психология может быть в церкви? Потому что есть много противников. Не существует христианская или нехристианская психология. Психология — это наука. Наука о душе. И если мы признаем существование души, то они... Но сегодня существует такое понятие. Ты говоришь, не существует, а я говорю, существует. Можно я поясню? Потому что такое понятие сейчас Ира нам тоже пояснит. Но вот этот момент, когда христианские психологи практически используют те же термины, только они приводят к Библии. Слово Божие. Я говорю, что психолог-христианин, он будет основывать свою работу не на философии, не на буддизме, не на энергии дзе, а на слове. Поэтому как бы... Это не то, что христианские психологи. Это психолог-христианин. Есть психологи-мусульмане, есть психологи-буддисты, есть психологи-неверующие. Не знаю таких, да. Я знаю христианских психологов. То есть психолог-христианин, который имеет дар от Бога, у него есть профессия, и он свою профессию основывает на слове. То есть он ведет человека по слову. Он знает, что истина здесь. Не в философии, а истина здесь. И поэтому как бы... Это нужно правильно назвать. Это не христианский психолог, все-таки, я считаю, а именно психолог-христианин, который в первую очередь христианин... А пастор должен быть психологом? Нет, но он должен понимать, как работать с людьми. Да, хотя бы что-то. Ирина, ваше вступление, ваше выступление. Что вы думаете по поводу христианской психологии? И я на... Эфир просто подходит. Что-то там подлили, наверное. Есть ли у верующих человека психологические проблемы? Кому обращаться? К пастору или психологу? И может, ты отреагируешь на те вопросы, которые я задавала. Да, но вообще я согласна с Элием, что христианский психолог это термин надуманный. Это придуманный... Видимо, люди очень опасались, не дай бог, послать к мирскому психологу кого-то, да? И как вообще все это все... Все люди верующие на это посмотрят, да? И что вообще скажут? Поэтому сказали, ну тогда пусть будет христианский психолог. Так а если психолог мирской, извините за выражение. Если он скажет, не ходи в эту церковь, там... Да психологи вообще такое не говорят. Ну кто его знает? Дело в том, что вообще... Пастор боится. На самом деле, научно... Если подходить к этому как к науке, то психолог вообще не должен залезать ни в какие философии, по идее. То есть вот эти все... И он не должен толкать человека на какие-то действия. Человек сам должен принимать, правильно? Дело в том, что вообще сейчас вот эти... И коучи, консультанты, психологи, вся эта группа людей, вообще их направленность на что? Чтоб человек разобрался, что в его душе происходит, что у него, какой он есть, кто он сам, какие у него в жизни ценности и принципы, и решит, подходит этому или менять. И как с этим... То есть это и человек, который занимается... Ну, я же не иду, например, к терапевту христианскому. Ну, правда, ну, как бы я иду к терапевту, она мне говорит, пей вот это от холестерола, не пей от этого. Вот теперь я молюсь, я думаю, и я решаю. Так же и ты психолог. Но когда психолог-христианин, нам надежнее. В каком смысле? Мы можем немножко расслабиться и позволить мне анализировать каждое его предложение, да? Или свои слова. В смысле, человек будет понимать, о чем ты говоришь. Когда человек подходит... Ну, о сленге христианском я вообще не говорю. Эта тема вообще мне очень... Вот так уже, потому что этот сленг иногда вообще непонятно, о чем человек говорит. Но неважно. Но он говорит как Слово Божье. Да, то есть если он придет к обычному психологу и будет это говорить, психолог его просто не поймет. По старославянской Библии. Вот. Поэтому человек приходит к психологу и говорит, почему к христианскому, как говорится, психологу? Потому что есть такое вот направление в христианстве, есть такое мнение, откуда оно идет из прежних... Я не знаю, откуда даже оно идет, только что к психологу пойти, во-первых, это уже не вер... А человек не верует, не надеется на Господа. Во-вторых, что это вообще не наука, это какое-то там колдовство и так далее. Но когда человек... И поэтому, когда человек идет к неверующим психологу, он такой напряженный, сейчас что-то мне скажет, меня отведет от церкви или нет? Будет против Бога говорить? Или что-то будет говорить такое, что вообще Бог против этого? Поэтому он такой напрягается. А если ты верующий, говоришь, я христианский, да, христианин... Тогда как-то так человек расслабляется, хоть может тебе поведать, как-то рассказать, что у него с душой. Я христианский верующий. Потому что еще одна вещь, да? Приходит, когда христиане приходят к неверующим психологу, они боятся рассказать. А вдруг я осуждаю? Я ведь сейчас не осуждаю? А вдруг я это... Вот у меня были, приходили ко мне, рассказывают, в каких у меня отношениях с мужем будет. Но я ведь не осуждаю. Я говорю, ты не осуждаешь. Ты мне сейчас... Ты пришла к врачу. Ты говоришь, что ты чувствуешь. Я говорю, у меня, пойми, у меня мнение не меняется о твоем уже. Никогда ты так, никогда так. Но дело не в этом. Так вот к пасторам. Во-первых, я считаю, что к пастору, естественно, когда... Вот мы приходим к пастору, например, у нас проблема в семье, так? Мы приходим к пастору. И это правильно. Что человек? Он может посоветовать, как из Писания. Он может помолиться за людей. И если он знаком с какими-то законами души, ну, скажем, чуть-чуть владеет психологическими какими-то... Но он же должен душепопечителем быть или нет? Он не обязательно... Смотри, душепопечитель – понятие растяжимое. То есть бывает душепопечитель, ты просто за освобождение молишься. Так раньше... Это тоже душепопечитель. ...за исцеление молишься. Все такое. Но не дай бог ты дашь не тот совет. Люди берут на себя... Вообще, советы давать – это последнее дело. Люди очень много душепопечителей, пастора берут на себя совет, давать совет, который они не могут давать в силу того, что они не понимают до конца, что происходит. Ну, как не понимают? Они читают Слово Божие. Ну, смотри, например, я как пастор... Они по слову советуют. Да, я как пастор могу сказать, слушай, ты должна уважать мужа, действительно, да, не говорить, там, туда, туда, ходить в общину, туда, сюда. Но я не могу, как пастор, даже ей посоветовать сказать, ну, знаешь, тебе надо понять, как бы вот... Раз муж говорит, тебе не учиться, тебе не надо учиться. Я не могу ей дать такой совет. Это... Это не... Можешь сказать, да, я вот так бы поступила, но совет – это другое дело. Поэтому в этом смысле человек должен сам понять. Прийти к пастору, скажем, да, помолиться, там, ободриться, да. Найти себе того, кому он доверяет. А потом решить для себя так, хорошо, классно, все, теперь бы мне действительно пообщаться, может, раз пять с человеком, который, ну, точнее, что ли, меня выведет на сопонимание себя. Ну, пастор не будет заниматься десять встреч проводить, выводить человека на то, вообще, что, как бы, что он чувствует, что он... Понимаешь, это немножко, ну, другое. Я так думаю. Я может... Вообще, я не видела пасторов, которые будут по десять встреч, по двадцать встреч устраивать человеку, ну, чтобы вот его литопы, ну, это... Вести. Да. Да, да. Хорошо, что ты перевела. А потом еще, знаете, какое дело, друзья, я считаю, еще один момент есть. Есть церкви большие. Пастор просто физически не может всех обслужить. Ну, у него есть семьдесят, на которых тоже дух почерет. Вот, то есть есть какие-то... А вот эти вот семьдесят, их же тоже учить надо. Их надо учить. То есть, вот я не знаю, я пошлю, например, вот, вот я смотрю, например, сама бы я, выбрала ли я кого-то, или детей своих послать. Я говорю, вот кому я пошлю? Я бы хотела, чтобы сочеталось все-таки духовное какое-то состояние, но и образование было у человека. Такие квалифицированный должен быть человек. Друзья, друзья, дорогие, итак, давайте перейдем к вопросу. К вопросу у нас звучал так. Как научить других быть добрее? Вот сам вопрос интересный, да? Версии есть? Версии достаточно. Сейчас я прочитаю вам, как люди реагируют. Айнура реагирует так. Чтобы быть добрее, надо самим быть милосерднее. То есть, если мы будем милосерднее к людям, люди потянутся, люди научатся, люди тоже станут добрее. Айгюль, надо показать доброту, начать с себя. Ну, это наши верующие, хорошие люди, которые на своем примере хотят научить и, по-моему, сходятся, да? Николай. Николай, в первую очередь, самому надо меняться на основании слова Божьего, а унылый дух сушит кости, от чего приходят болезни. Вот так. Людмила, подарить домашнее животное, и человек станет добрее. Ну, Авель с этим согласен, у него недавно завелась кошка. И теперь все крутится вокруг этой кошки. До этого крутилась вокруг Авеля, теперь Авель крутится вокруг... Да. Ну, ты, когда будешь говорить, ты отреагируешь на эти тоже слова. Дмитрий, существуют ли блаженные? Он задает такой вопрос. Существуют ли блаженные? Кто такие блаженные? Об этом можно целую программу говорить. И есть еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как узнать, люблю я или нет? Андрей задает такой вопрос. И Ольга, всегда радуйтесь. Немного поскорбевший, опять радуйтесь. Давайте попробуем ответить на эти вопросы, и потом прокомментируем каждый, что думает по поводу того, по поводу доброты, как научить других доброты. Ну, давайте, существует ли, или на что ты хочешь ответить? Не, не, на ответить. Я в двух словах, вот христианские лозунги, типа, самим меняться и так далее, это все круто. Давай. Но мне это нравится, это все хорошо, это такие классные лозунги, которыми очень удобно учить других. Но на самом деле, один был там очень правильный ответ, который звучал, что самим нужно сначала измениться. Ну, там три таких похожих было ответа. Но все, вся проблема, почему говорят так? Вы знаете, вы, наверное, не сталкивались, или не хотите об этом говорить, но бывает, спрашиваешь, вот ты делаешь добро, делаешь добро, а в ответ получаешь только зло. Или там в ответ игнор. А в ответ в душу плюют, говорят. Да, в ответ в душу плюют. На самом деле, никто в душу вам не плюет. На самом деле, никто вам зло обратно не делает. Дело в том, что мы разочаровываемся в людях по одной простой причине. Мы предварительно в них очаровываемся. И если вдруг, мы делаем что-то, писание же говорит, делаем добро, своим поверье, и пожнем, если не ослабеем. И бывает так, что мы делаем добро, но в ответ ожидаем какой-то определенной реакции. Конечно. Если мы эту реакцию не получаем, ту, которую мы ожидаем, мы называем это плевком в душу, сделали зло, игнорировали и так далее. Но всего-то навсего мы сделали то, что требовалось от нас. Мы же посеяли. Когда мы посеяли, мы же дальше не заходим внутрь каждого вот этого вот семечка для того, чтобы посмотреть, как оно там растет, как оно развивается, как из него росток прорастает. Нет. Мы потом пожинаем плоды того, что мы посеяли. То же самое здесь. Если мы хотим получить в результате плоды нашего посеянного, добра, который мы сделали, мы не должны очаровываться в людях. Это их реакция, их право реагировать, как они хотят. Мы должны сделать то, что зависит от нас. Поэтому да, нужно самим поменяться, нужно самим стать тем изменением, которое мы хотим видеть вокруг себя и только после этого начать сеять. Потому что мы не можем отдать то, чего сами не имеем. Почти так же, но чуть расширено, да. Спасибо. Спасибо. А по поводу домашнего животного? Это помогает или нет на практике? Ну, наверное, я не знаю. Ты добрее стал, когда тебе подарили животное? Для домашних надо спросить. Это говорит, потому что у меня велосипеда не было. Да, раньше, понимаешь, у нас никто не лазил на стол, никто не ел мой вутерброд, без мобильного решения. Ай-яй-яй-яй. То есть не нужно было изгонять животное из кухни, там и так далее. Сейчас нужно всем этим заниматься, а так получается, что у нас один учится в своей комнате, другой учится в своей комнате, третий на работе, а я дома, и всем этим занимаюсь я, всем этим изгнаниями кошки из всех углов. Короче, не помогает домашнее животное. Ну, как тебе сказать? Я же не... Я понял тебя, да. Я противовер, что я не хочу с ней распрощаться. Сильно привязался, да? Есть еще такое, Елена пишет, мое мнение о психологии, это наука о душе, и что душевное, плотское, бесовское. Знаю многих христиан, которые начали учиться психологии, и ушли совсем от Бога. Некоторые начали зарабатывать деньги на этих учениях, причем ушли служащие, ведущие свою церковь, а не младенцы совсем. Бог лучше всяких психологов. Спасибо, Елена, за такое вот... Знаете, я хочу вот это... Мне нравится такое вот... Отреагировать. Да, надо отреагировать. Смотри, дело в том, что давайте мы еще телевизор... Вот там насилия полно, да, в телевизоре. В телевизоре не без насилия. Ну, у нас в телевидении не без насилия. В телевидении вообще, да? И мы обвиняем, вот телевизор виноват, вот еще что-то виновата, да? Вот, например, человек там может увлечься еще чем-то. Вот он артистом пошел, на сцену играет, у него талант, и он тоже стал пить, гулять и так далее, отошел. Не психология виновата, абсолютно. Абсолютно. И потом, люди, большие или величины, я знаю, пасторов великих, которые упали из-за жадности, не из психологии. Есть и такие. Которых блуд уронил, и очень много таких, которые будут. В основном, да. Давайте всех женщин уберем вокруг у этих. Женщин нужно одеть в паранжу. Да. Ибо Ева первая согрешила, да? Да. Давайте мы оденем всех в паранжу, запретим у этого. Друзья, никакая наука сама по себе не несет зло. Никакая. Я не говорю о психологии. Человек наблюдает и говорит, вот такое происходит. А это не в психологии, это в гордости дело. В самом человеке. Это дело в гордости. Вы знаете, что дает психология? Психология дает возможность управлять душой. Знай, властью. Если у тебя, да, если у тебя, смотрите, опять же, что дает человеку деньги? Что дает человеку деньги? Был такой пастор, был такой крутой, начал, и вот там благословили, там здесь спонсоры появились, и вот уже пастор. Почему? Потому что внутри он был неизмененный, потому что ему надо власть. Деньги дали, власть делили, и все, он упал. Психология, любая наука о душе, любая духовная, скажем, ну, наука духа есть вот технически, а есть науки, здесь называют, науки духа, это литература, да, психология и так далее. Послушайте, никакая вещь, которая вне человека, как таковая, не несет зло. Зло несет человек изнутри. То есть, если человек склонен властвовать к манипуляциям, да, и он, и какой бы он пастор ни был, служитель крутой, он все равно был склонен манипулировать. Да. И он пошел учиться на психолога. Послушайте, ко мне приходят клиенты, я сижу перед ними, они мне рассказывают всю свою жизнь, понимаете, и я вот, и я сижу, да, и ты можешь в этот момент, если у человека проблемы с властью, проблемы с манипулированием, тогда он думает, а вот так сделай, а вот так сделай, давай, и он видит, как жизнь в человеке меняется, ну, я крутой, я изменил, а еще тебе пишут потом, ой, спасибо, жизнь моя изменилась, все такое, понимаете, да? Это, это не психология виновата, психология, она дает возможность человеку понять, эти, какие механизмы Бог вложил, в нас какие способы, это все Бог вложил. Да. Что ты скажешь? Мы начали с филипийцев, давайте филипийцами и закончим. Это третья глава, здесь во втором стихе написано, берегитесь псов, берегитесь злых деятелей, берегитесь обрезания. Берегитесь психологов. Там не написано. Про психологов не написано. Обрезание оставим в покое, возьмем две вот первые категории, псов и злых деятелей. Если мы возьмем греческий текст этого местописания, там написано, не берегитесь, а выслеживайте. Там написано blepete tas kunas. То есть выслеживайте псов. Почему? Потому что в то время, так же как и сейчас, очень большое влияние на человеческое поведение оказывает так называемое движение циников. То есть слово циник произошло от слова kunas. Не буду рассказывать, как это делается. Проверьте меня в Википедии. Но это именно то, что отвлекает человека от истины и ведет его в разного рода философию, выгодную самому человеку. И когда Павел предупреждает их, не ходите за теми, кто ведет вас, выискивать собственную выгоду от того, как вы будете себя вести, оправдывая таким образом свою свободу. Потому что он призывает к свободе, призванные вы, но чтобы свобода опять не стала вам игом рабства, то здесь он говорит, что вот эта мнимая свобода, которую дает вам вот этот цинизм, эта философия цинизма, она может обратно привести вас в рабство того, откуда вас взяли. Не путайте это. Спасибо, спасибо большое. А там еще деятели злых. У нас остается 3 минуты. Я приглашаю вас помолиться за людей. Я также отреагирую. Существуют ли блаженные? Да, Библия говорит о том, что мы блаженные, если мы соответствуем Писанию, если мы следуем тому, что Христос сказал в Нагорной проповеди о блаженстве, провозгласил, то мы тогда с вами блаженные. Хотя люди иногда блаженными называют людей немного таких, как не от мира сего. Но если говорить о вот этом блаженстве или благословенности внутренней, вы будете чрезмерно счастливы, если вы будете следовать тому слову, которое Христос говорит, и чтобы быть миротворцами, чтобы быть нищим духом, чтобы быть кроткими, чтобы, да, и в таком случае мы наследуем то, что Господь нам дает. Скажите, пожалуйста, как узнать, люблю я или нет? Мне кажется, что любовь всегда в чем-то выражается. Я имею в виду, что, знаете, как есть такое американская проповедь о том, что Христос любил и отдал, и Бог любил и отдал. И вот этот момент, что вы не можете любить и не отдать, вы всегда поделитесь, вы всегда отдадите. Поэтому посмотрите на себя. Если вы замечаете немощных, больных, слабых, если вы пытаетесь восполнить их нужды, то наверняка любовь Божия в вашем сердце есть. Если вы затворяете сердце от нужды человека, то Библия говорит, что маловато будет, маловато. Мы молимся за вас, дорогие, этой последней молитвой в этом эфире и просим Господа, чтобы Господь умножил в вас добро, любовь, радость, мир и снял вот эту депрессию и уныние, если вы не можете справиться. Мы помолимся за вас, Отец Небесный, мы просим тебя, дорогой Господь, и обращаемся к тебе за твой народ, Господи, чтобы ты снял сейчас Духом Святым с каждого, Господи, эту пелену, эту немощь, это бремя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Ира, продолжим. Господь, я прошу тебя, Господь, и за нас здесь, и за каждого слушающего, смотрящего нас, Господи, и каждого человека, кто обращается к тебе, чтобы иметь эту радость, Господи, избавиться от уныния, избавиться от печального духа сокрушительного, Господь, избавиться от депрессии, я прошу тебя, Господь, ты видишь причину у каждого, ты видишь сердце каждого, Господи, видишь обстоятельства, условия, все в твоих руках, Господь, я прошу тебя, Господь, своим духом сверхъестественным, наполни их сейчас, всю их внутренность, от макушки до пяток, Господь, просто наполнено духом твоим, этим светом, Господь, этим, Господь, ярким светом, теплым, который согревает им душу, Господи, и говорит им о любви твоей, Господи, я прошу тебя, согрей своей любовью, а также, Господи, пошли им тех, кто поможет их, поднимет их руки, поддержит их руки, потому что слово твое говорит о том, что нам нужны эти люди, поддерживающие руки, Бог, пошли, поставь на их пути этих людей, которые поддержат их руки, Господь, ободрят их, Господь, дадут им, Господь, действительно, это направление, помогут смотреть в твою сторону, Бог, чтобы все, Господь, дела, весь потенциал, все призвание внутренних свершилось, да будет воля твоя в их жизни, Господь, на земле, как на небе, Господь, спасибо тебе, Господь, за этот эфир, за мир твой, исцеление, которое возрастает в каждом, Господь, в душе, в духе и в теле, во имя Иисуса Христа, пусть Господь вас благословит, спасибо, что были с нами, с Богом,